Всем привет! В эфире канал УТС. Мировые новости. С обзором последних событий из разных уголков мира вас познакомлю я, Ксения Петренко. Смотрите в этом выпуске. В Балтиморе, штат Мэриленд, контейнеровоз разрушил стратегически важный мост. Какие еще последствия, кроме жертв, ждут Америку? В Нигерии в результате специальной операции удалось освободить из плена около трети из трехсот похищенных детей и учителей школы. Испанские инженеры разработали роботизированного пса-полицейского. Какими параметрами обладает лучший страж человека? Столкновение контейнеровоза с мостом в США, гибель палестинцев во время сбора гуманитарной помощи и обнаружение массового захоронения в Ливии. Смотрите подробности прямо сейчас. По меньшей мере, шесть человек числятся погибшими в результате столкновения контейнеровоза с мостом в штате Мэриленд. Судно врезалось в опору мостового перехода в Балтимуре, в результате чего мост рухнул. В это время по полотну передвигались машины, а также работали коммунальщики. Известно, что несколько машин упали в воду. На месте идет поисковая операция. Двоих рабочих удалось спасти, а шестерых коммунальщиков уже объявили погибшими. Точные причины произошедшего не называют. Кто-то якобы даже нашел в этом украинский след. Но президент США Джо Байден, обратившись к нации, заявил, что это точно не теракт. Также сообщается о том, что грузовое судно начало терять ход сразу после выхода из порта. Связавшись с береговой охраной, экипаж решил встать на якорь, но это не помогло избежать столкновения с конструкцией. Тем временем аналитики сообщают, что обрушение моста в Балтимуре поднимет ряд важных политических вопросов. И в первую очередь считают, что это приведет к сбою в экономике и путешествиях, поскольку авария отрезала доступ к большей части порта Балтимура, важного для импорта автомобилей. Мы продолжаем получать сводки из зоны Палестино-Израильского конфликта. На этот раз мирные жители погибли не от артобстрелов. 13 человек, жители Газы, утонули, пытаясь достать сброшенную с воздуха гуманитарную помощь. Трагедия произошла накануне вечером на севере сектора в районе Байт-Лахии. Другие получили ранения, когда пытались достать стонувшие коробки с гуманитарной помощью. Между тем, тела 65 человек обнаружили в массовом захоронении в Ливии. Об этом со ссылкой на агентство по миграции при Организации объединенных наций, сообщает телеканал Аль Джазира. Подробности о том, где именно располагалась братская могила, не сообщается. Известно лишь, что даже цифра пока предварительная среди тел есть дети. Установлено, что они умерли, возможно, по дороге через пустыню. И в таком захоронении контрабандисты избавились от нелегалов, которые не перенесли тяготы такого передвижения. Эта трагедия подчеркивает острую необходимость решения проблем, связанных с нелегальной миграцией, в том числе путем скоординированного реагирования на незаконный ввоз мигрантов и торговлю людьми, сообщает ООН. Добавлю, в Ливии, по предварительным оценкам, может находиться до 750 тысяч мигрантов и беженцев, которые занимаются самой грязной работой, лишь бы выжить. Президент Венесуэлы оказался на волосок от смерти. На него, как утверждает он сам, планировалось покушение. Николас Мадуро рассказал, что убить его планировали на марше в Каракасе. Но оба подозреваемых, которые вынашивали план покушения, задержаны и уже сознались в том, что хотели бросить в государственного деятеля взрывное устройство. Также Мадуро отметил, что преступники – приверженцы правой партии Венто-Венесуэла, кандидат от которой победила на оппозиционных праймерис. Но к выборам этим летом не допущено. За ней тянется коррупционный след, и суд запретил ей заниматься госдолжностью в течение 15 лет. Жители Соединенных Штатов, решившие исполнить свой гражданский долг и проголосовать на выборах президента, получили возможность отдать голос за кого угодно. В прямом смысле местный житель официально изменил свое имя на буквально кто угодно и баллотировался на пост президента США. Что известно о кандидате. Ранее он носил имя Дастин Эбби, ему 35, служил в вооруженных силах, но сейчас в отставке. Работает в школе учителем математики. Живет, кстати, в многонациональном штате Техас. Основные фавориты предвыборной гонки – Байден и Трамп. Ему не нравится, и он решил, что сможет найти единомышленников. Больше трети заложников, которых боевики захватили в Нигерии, вернулись домой. За детей и персонал школы, находившихся в плену, требовали выкуп в 690 тысяч долларов. Но власти не пошли на переговоры с террористами, а провели спецоперацию. С деталями вас ознакомят мои коллеги. Радостный момент в Нигерии. Здесь из плена боевиков освободили более 100 заложников. Это школьники и персонал школы. Сегодня с Божьей помощью все похищенные дети снова здесь в безопасности. Нападение на школу в городе Куриго в северо-западном штате Кадуна было совершено 7 марта. Боевики похитили 287 человек. Некоторым потом удалось сбежать. Армия Нигерии освободила 137 заложников, 76 девочек и женщин и 61 мальчика и мужчину. Операцию провели в соседнем штате Замфара. Шестерых освобождённых отправили в больницу. Также один мужчина, как предполагается, погиб в плену. К сожалению, сотрудника школы господина Абубакара с нами нет. Сообщили, что он умер в плену. Захватчики требовали выкуп в размере 690 тысяч долларов США. Заложников освободили за несколько дней до крайнего срока выплаты выкупа. Власти Нигерии утверждают, что выкуп не выплачивали. При этом анонимный источник при службе безопасности сообщил, что видел в районе операции 14 чёрных сумок, в которых могли находиться деньги для выкупа. Губернатор Кадуны сказал, что освобождены все заложники. Однако так ли это пока не ясно, поскольку разница в названном числе похищенных и освобождённых составляет несколько десятков человек. В Нигерии похищение школьников и других людей происходит регулярно. Как правило, бандиты делают это ради выкупа. Из-за этого миллионы нигерийских детей перестали ходить в школу. Зарубежные и отечественные СМИ вдохновлены смелостью фермеров, которые с очередными протестами вышли на улицы Брюсселя. И в частности, попавшие в камеры очевидцев битвы феколомёта и полицейского водомёта в бельгийской столице. Случилось это у здания Еврокомиссии, где проходило заседание Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства. Эпичная схватка полицейских и фермеров разлетелась по телеграм-каналам. Также известно, что протестующие селяния разожгли у здания Европарламента костёр и завалили навозом подступы к Еврокомиссии. Разные улицы перекрыли тракторами и сельхозтехникой. В акции было задействовано с четверть тысячи тракторов. Техас переживает очередной природный катаклипс. Лимень, сопровождающийся сильным ветром и градом, уничтожил объекты электроэнергии. А именно, в городе Деймон уничтожено более 10 квадратных километров солнечных ферм. Это серьезный удар по инфраструктуре штата, поскольку на создание этих солнечных ферм у властей ушло два года. Именно после разгола стихии два года назад энергетики задумались над усилением мощности в энергосистеме, решив ее диверсифицировать, чтобы не повторять блэкаут 2011 года. Также известно, что пик потребления электроэнергии и мощности в Техасе отмечается летом, когда работают кондиционеры. Как будут восстанавливать объект, пока не сообщается. Ракета «Ангара» красуется на стартовом столе космодрома «Восточный». Это первая в истории космической площадки «Наша красавица». Фото ракеты «Ангара» опять опубликовал «Роскосмос», отметив, что сейчас завершается работа по подготовке планируемого пуска корабля, старт которого намечен на 6 и 10 апреля. Данный пуск откроют летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур» на «Восточном». Что касается «Ангары», то она из семейства российских ракетоносителей модульного типа различной грузоподъемности. Оснащена разгонным блоком «Орион». Два года вынашивали щенка испанские инженеры. Процесс получился таким длительным, поскольку щенок этот необычный, а нашпигованный огромным количеством электроники, которая сделает его незаменимым помощником полицейских. Мои коллеги подробнее. В испанской Малаге тестируют полицейскую собаку-робота. Ее разработали местные инженеры. Процесс занял два года. Робопёс будет выявлять нарушения правил дорожного движения. Он также может оповещать о том, что в каком-то месте запрещено движение скутеров или другого транспорта. Пока роботом управляют дистанционно. «Этот проект создан для помощи полиции. Мы используем технологию 5G, чтобы дистанционно управлять роботом, анализировать изображения и выявлять опасные ситуации». Собака-робот весит 35 килограммов. Оснащена пятью видеокамерами, а также датчиками. Позже в неё внедрят искусственный интеллект, чтобы она выполняла задачи самостоятельно. Со временем такие робопсы могут появиться и в других городах Испании. А вот полиция Нью-Йорка несколько лет назад отказалась от использования собак-роботов. Они своим видом пугали людей. На этом у меня все новости. Желаю вам хорошего настроения. С вами была Ксения Петренко. Смотрите нас в YouTube и Telegram-каналах. Все ссылки на вашем экране. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова